Донецкий край Я рад, что федерация работает, министерство наше, то есть уже есть какие-то перспективы, что можно в дальнейшем куда-то выезжать и выступать. Эмоции, конечно, положительные, я очень рад и будет, конечно, другим моим товарищам, гимнастам будут знать, что уже можно выполнять нормативы мастера спорта, у них будет стимул к этому. Рад, думаю, все у нас будет хорошо и будет наша гимнастика, наша республика подниматься. Но главным сюрпризом для спортсмена стало то, что вручала долгожданное удостоверение знаменитая гимнастка, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Нина Семынина. В свои 80 лет она приехала, чтобы лично поддержать всех спортсменов, даже сегодня не переставая подавать достойный пример подрастающему поколению. Понимаете, это нужно прочувствовать. Когда это прочувствовал, то гимнастикой никогда не бросишь, а будешь заниматься и ходить, и тренироваться. У меня тогда ребята приходили, спрашивали, что-нибудь интересное. Я говорю, какой-то может быть интерес или смешки какие-то, когда надо было тренироваться, а не улыбаться и там что-то. Много времени посвящали тренировкам? Тренировка, сейчас я вам скажу, значит, в институт я шла с 8 до 2, и потом с 3, где-то с 3 до 5, нет, не до 5, поздно, часа 4. И домой я бежала, у меня же сын был уже, 22 года я родила, уже сын был, и я же уже приходила, маму освобождала. Карьера спортсменки начиналась в стенах этого дворца спорта, и здесь она особый и почетный гость. За высокий профессионализм, многочисленные спортивные достижения, а также вклад в развитие физической культуры, Нине Антоновне была вручена благодарность и, конечно же, цветы. Она, как считается, первой почетной мастер-спорта СССР, спортивной генназии Советского Союза, это всегда очень престижное название, которое, в принципе, дает нам, вот, тем же шпалшам понять, что у нас есть такие же люди, которые дают дань этому виду спорта, от преданности, к чему мы должны учить, в принципе, каждого нашего молодого поколения. В завершении мероприятия юные гимнасты продемонстрировали всем гостям свои спортивные достижения. И, возможно, спустя годы кто-то из них также будет получать свое заслуженное звание.